Когда вы видели темнокожий первый раз, какова была ваша реакция? Ну, было немножко необычно, наверное. Я увидела, много эмоций всяких разных было. Для нас негр — это река, для людей на Западе — это оскорбление. Расизм, как таковой, в некоторых регионах России еще остался. Я только знаю Обаму и все. Привет, ребята! Точи Рай здесь. Великолепно в Афро-Рошья ТВ. Итак, сегодня мы находимся в красивом и историческом городе Санкт-Петербург, культура в Россию. Сегодня наш вопрос очень простой, но очень интересный. Почему русские любят смотреть на красные люди? Один из самых больших компаний, красные люди живут в России, что когда они в публике, на метро, на улице, на улице или на улице, люди часто смотрят на них. Иногда люди могут встать к ним и спросить фотографии, или кушать их волосы. Это может быть не комфортно, если вы внести в стране, и вы не понимаете, почему люди могли бы это сделать. Моя цель с этим видео не возникает контроверсию, но для продемонстрирования кросс-культурного понимания между россиянами и красными людьми в целом. Как вас зовут? Олеся. Меня зовут Сергей. Ульяна. Привет, меня зовут Даша. Меня Лариса. Елена. Надежда. Маша. Данил. Светлана. Вопрос был, какая была первая реакция, да? Темнокожим, но для меня получается свирянина родом с Архангельска, самого северного города России. Врать не буду, и я приохуеваю, потому что для свирян видеть в целом, в целом, не только чернокожих, а южан. Вот после южан из Турции, там, ну, кто ближе к югу, это очень удивительно, потому что я к холоду привык, мне как бы в обоку, смотрю на южан, и мне в дрожжи бросает, сразу же, как холодно становится. Я спрашиваю, ну, сами себе, люди, вам не холодно, зачем вы сюда приехали, в север, зачем? У вас там на юге хорошо. Ну, то, что просто интересно, это человек, как бы, которого никогда, ну, не заметишь, вот как мы, да, то есть, типа, вот впервые увидишь, ух ты, интересно. Можно даже сфотографироваться, ну, ты как мне, да, ну, блин, классно же, да. Типа, ну, вот так вот, то есть... Ну, против ничего, в принципе, не имеет. Никаких там, да, там, никакого негатива, ни в коем случае. Наоборот, интересно даже пообщаться, откуда, что, как, как он живет, нравится ли ему у нас, да. Просто для меня, типа, вот увидел там вот человека, и вот рассказать, допустим, вот друзьям про него, смотри, вот увидел, допустим, ну, откуда там, из Франции, может, еще откуда, а, может, из Франции, еще откуда, прилетел, рассказать его историю, как ему тут живется, нравится ему у нас, не нравится, друзьям рассказать, ну, вот так вот. Вот у меня есть забавная история, я в Туле, как раз, в нашем родном городе, познакомилась с одним молодым человеком, он из Африки, вот, и он музыкант, он приехал именно целенаправленно в Тулу развивать вот именно свой стиль музыки, и первая реакция у меня была, вау, какой он классный, он настолько горел, у него настолько светились глаза, что он просто, ну, передавал свою энергию другим людям, вот, я даже вообще ни одной мысли не было насчет национальности, вот, поэтому, вот, ну, да, по поводу цвета кожи, это вообще, как по мне, это бред полнейший. Честно, по-моему, я маленькая совсем была, и увидела афроамериканец, у него прям как одуванчик на голове, прическа такая интересная была, я на весь автобус говорю, мама, мама, одуван! Это необычно, но у меня восторг, я просто очень отношусь с уважением к вашей культуре. Да? Да, мне очень нравится. Я впервые увидела темнокожих, наверное, в автобусе, я как-то ездила, да, уехала в автобусе и просто встретила, вот, я просто засмотрелась и просто смотрела, потому что необычно, мы редко такое видим, и это очень красиво. Хорошо отношусь, всегда позитивно, если иностранец, так скажем, ведет себя культурно и не пытается привнести свои порядки в повседневную жизнь и акцентировать это. То есть, понятно, что у всех есть какие-то культурные различия, но всему есть своя мера, и ожидать, что, допустим, тут будет так же, как в стране, из которой человек приехал, это странно. У меня было, на самом деле, удивление, потому что у нас на Дальнем Востоке, на самом деле, очень мало людей, да, не из России, вот, и, ну, было немножко, как сказать, необычно, наверное. Да, тоже удивление, я была в отпуске в городе Воронеж, тоже, мама говорила, не удивляйся, если увидишь таких, а я увидела, много эмоций всяких разных было. Ну вот, а в целом, никакого там особо, как бы, как в Америке там агрессии, расизма, ну, такого у меня нет в нашем России, ну, с моей стороны такого нету, я как бы, со всеми хорошо общаюсь, пуф, какая раса. В России к людям обычно относятся плохо те, кто хочет плохо относиться, да, и, допустим, скинхеды, они могут, грубо говоря, щемить просто любого человека за его цвет кожи или такое, но обычно у славянского человека нет такого понимания, допустим, как раньше, слово нигер, допустим, у нас это не обозначает ругательство или негр, это у нас, грубо говоря, слово, допустим, для нас негр – это река, для людей на Западе это оскорбление, допустим, другой менталитет. Люди часто удивляются, когда в метро, в автобусе, где-то просто на улице видят темнокожего человека, по большей мере не потому, что он темнокожий, а потому что не так много таких людей, это в первую очередь необычно, и большинство людей же смотрят на это с позитивом, то есть с улыбкой на лице, хотят поздороваться, попробовать пообщаться, вот мы сейчас шли с Ульяной, и мне стало интересно, разговариваете ли вы по-русски, потому что, опять же, подойти, хотя бы спросить, можно ли сделать кадр, это тоже уже немаловажно. Люди удивляются, потому что интересно, то есть не потому, что это плохо, потому что это интересно в первую очередь, это что-то новое, что-то то, к чему их глаз еще не привык, потому что это еще не так сильно распространено просто-напросто. Я думаю, что людей просто пугает что-то необычное, когда ты живешь в какой-то комфортной среде, и ты видишь одинаковых похожих тебе людей, это выбивает, даже когда у нас приезжает много, например, в Владивостоке, просто много туристов приезжает из Китая, это тоже сразу очень сильно в глаз бросается, и, ну, это необычно просто. То же самое, когда вот я ездила в Китай, я очень белая, белоснежная, я блондинка, и просто они как вот такие вот, вау, можно с вами сфотографироваться, можно с вами сфотографироваться, ну, да, это очень, это даже русского человека вот такого там белоснежного они видят, они там подходят вот так вот, начинают трогать, вау, ничего себе, ну, они об этом мечтают, да, поэтому, мне кажется, людей, ну, они восторгают чем-то необычным, и, может быть, где-то это даже, когда они смотрят, может быть, не агрессия, но действительно, ты просто смотришь и залипаешь, думаешь, что это такое, как это, это же не я, вот. Ну, просто вы не такие, как мы, чуть-чуть отличаемся, да, мы сильно белые, выпадем ней, и это, ну, просто, когда что-то необычное видишь, всегда хочется на это смотреть, поэтому здесь то же самое. Видишь что-то новое, также, допустим, происходит, когда мы видим человека, все с там, с каштанными волосами, кто-то с белыми, чёрными, а тут проходит человек, допустим, с жёлтыми волосами, естественно, первое время будем на него смотреть, но когда мы его узнаем поближе, то это будет то же самое, что и абсолютно все люди, но первое время, конечно, любопытство. Что вы думаете, как в целом люди в России сейчас относятся к иностранствам и к этому на коже людей? Ну, сейчас уже нормально, ну, как сейчас это такие же люди, как и мы, мы привыкли, потому что сейчас их здесь много, чаще всего я думаю, что они приезжают сюда за образованием, потому что, типа, у нас в России образование на достаточно высоком уровне, сейчас привыкли. Интересно, потому что они похожи на других, я вот была в Гонконге месяц назад, и там на нас то же самое, так же смотрели, ну, конечно. Это не потому, что русские... Это там миллиард, а нас мало, и поэтому у нас редко можно где увидеть в Китае, поэтому на нас так же пальцем показывали, рассматривали, смотрели, особенно в Диснейленде. Да? Да, там прям вообще девчонки прям очень смотрели на меня, потому что я была как Малефисента одета. Да, естественно, удивление есть, не из-за цвета кожи, а из-за того, что люди не привыкли видеть даже, ну, такого человека просто не похожего на него. Вот, это, ну, выражается даже, если человек как-то неформально одет, тоже смотрят, вот прям напрямую, и это, ну, никак не зависит от этого. Вот, наоборот, большие города, они объединяют все расы, как по мне, что в Москве, что в Питере, правда, и у меня много очень знакомых живет в Москве, например, там все национальности собраны, вот, и ребята рассказывают то, что у них очень много друзей, те же самые, например, из Африки, ребята, которые приезжают учиться в Москву, они все дружат между собой, и нет такого удивления, вот, поэтому, мне кажется, вот сейчас это, наоборот, как-то все меньше проявляется. Я нет, я не пялюсь, ну, это такие же люди, я не, правда, я не вижу в этом смысла, потому что я изучаю иностранную культуру, я изучаю английский язык, соответственно, я вижу много людей, общаюсь с разными людьми, и у меня эта граница как-то стерта, но это как смотреть на девушку с кудравыми волосами не так, как на девушку с прямыми волосами, вот, я как бы с этим сталкиваюсь, и для меня это странно, и для меня это точно так же, как смотреть на темнокожего человека иначе. Что конкретно в России, это именно интерес, потому что все равно темнокожих людей у нас не так много, и они могут довольно сильно выделяться на фоне общей массы, и это естественно. В принципе, для нашего населения, к сожалению, но это вот такая истина простая. – Да, чё ж, самой раз, темнокожих, чё ж, люди добрые, чё ж мы, если пока перед собой ни кем не показывают, что вот мы, о, понты, тогда претензий нету. Если показывают, то достоинствуют такие люди, кто себя показывают, что они крутые и от рубля, пошли никуда, толико поддальше. – Самое главное, чтобы люди были хорошими, а на остальное всё равно. но, в принципе, чернокожие, белокожие, краснокожие, без разницы. – Хоть китайцы сами, у тебя не чуки. – Да, да, да. – Человек, если нормальный, то какая разница, с какого он нравится. – Человек можно найти общий язык, поэтому… – Известный Кендрик Ламар, Кендрик Ламар, Рианна, считается, считается. – Уилл Смит. – Уилл Смит? – Да. – 50 Cent, конечно. – Снупдог? – Снупдог? – Снупдог? – Классно. – И… в голове крутится… Ким Кардашьян, её муж. – Канье, Канье. – Самый мой любимый – это Уилл Смит. – Уилл Смит? – Да. – Да. – Он ещё? – Ну, лучше его нету. – А вы? – Ты не знаешь. – Можно сказать, мистер Ти? – Ну, типа… – Можно сказать, Jay-Z. – Можно сказать… – ASAP Rocky. – Я хуй знает. – ASAP Verk. ASAP Mob. – Ээээ… – Стэн Смит. – Он с чернокожей. – Мишаня. – Ну… – Врать невыду. – По знанию, как у Пашки, я не владею. Я только знаю Обама и все. Я больше никого не знаю. Заразу ты. Пожелось, можно увидеть в вашем интервью. Блин. Все бабушки уехали. Я пытаюсь приобрести бабушку, чтобы ответить на эту вопрос. Потому что, обычно, в моем личном опыте, бабушки любят много вопросов. Но сегодня это не сложно, когда бабушка Сава пришла и говорит, ой, ой, я не могу, я не хочу в камеру, поэтому не знаю, если будет возможность взять интервью от бабушки, но если что, если я не могу это сделать, если вы бабушки, вы это смотрите, пожалуйста, расскажите нам в комментариях, пожалуйста, почему вы иногда так сильно смотрите на видео. Субтитры сделал DimaTorzok